всем привет и добро пожаловать на мой канал подписывайтесь если еще этого не сделали а в этом видео я вам покажу четырехцветный градиент и так вам понадобится акриловая пудра кисть гребешок номер 4 от эми у меня и приступаем 4 цвета выбираем я выбрала вот такое сочетание наносим самый светлый цвет тонким слоем важно нанести очень очень тонко и посыпаем акриловой пудрой сушим светодиодной лампе 30 секунд и затем смахиваем щеткой обязательно вытирайте кисть и так приступаем к наложению темного цвета затем более светлый и дальше яркий цикламен и оранжевый и теперь уже по шершавой поверхности мы смешиваем оттенки кисть лежит параллельно ногтевой пластине не поднимаем ее не держим ее под углом чтобы не было не оставалось точек кисть лежит на поверхности и выполняем плавный плавный переход после нанесения акриловой пудры у нас поверхность шершавой и на ней очень хорошо делать растушевку а 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 Субтитры сделал DimaTorzok После того, как нас все устраивает, мы опять посыпаем акриловой пудрой и помещаем в лампу. Сушим в лампе 30 секунд. Убираем щеткой остатки акрила. И приступаем к завершающему третьему слою. Также наносим темный цвет. Уже немного растушевывая сразу же плоской кистью. Вытираем, чтобы не было грязи. Набираем второй цвет. Переходим к более ярким оттенкам. И самый светлый неоновый оранжевый. Вот четыре цвета у нас на ногте. И аккуратненько растушевываем заключительный третий слой. Особенно тщательно делаем растушевку на границе от темного к светлому. Периодически накаток можно подержать подальше от себя, чтобы издалека посмотреть, насколько плавно у нас получается. Посмотрите под разным углом, подержите подальше. Если где-то недостаточно плавный переход, так же мы растушевываем, сушим в лампе и покрываем закрепителем. Итак, приступаем к следующему сочетанию. Яркий цикламен оранжевый, желтый и персиковый. Приступаем к нанесению самого светлого оттенка тонким слоем. И сразу посыпаем акриловой пудрой. Затем сушим в лампе. Снимаем остатки акрила щеточкой. И приступаем к нанесению градиента. Четыре цвета. Кисть не забываем вытирать. Вот такой переход у нас получается. И приступаем к растушевке. Это очень увлекательное занятие. Это очень интересно. Особенно, когда это получается. Обязательно попробуйте эту технику. И у вас будут потрясающие дизайны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Очень важный момент, когда вы наносите третий слой, вам надо сделать очень плавную растушевку от каждого цвета, то есть у нас здесь 4 цвета, и мы каждый цвет, чтобы он читался, не смешиваем, а делаем растушевку между границами. Ну и еще один очень красивый дизайн, очень хорошее сочетание голубого, персикового, теплого, розового. И здесь в качестве промежуточного цвета я смешаю розовый и голубой, и таким образом у нас получается 4 цвета. Посыпаем акрилом, полимеризуем в лампе, убираем остатки. Очень многие спрашивают, для чего мы посыпаем акрилом, это для того, чтобы была шершавая поверхность, по которой очень хорошо растушевываются гель-лаки. И дают очень равномерное, плавное смешение цветов. Вот такие смелые оттенки у нас. И плавным образом мы делаем переход. Очень важно чистой кистью смешать розовый и бежевый. Наносим акриловую пудру, полимеризуем. И так приступаем к третьему слою. Каждый цвет мы плавно смешиваем со следующим. И так до самого кончика. Полностью не надо тянуть синий к бежевому, иначе получится грязь и не будут читаться наши оттенки. Поэтому мы смешиваем голубой к более светлому. Вытираем кисть и смешиваем светло-голубой с розовым. Опять вытираем кисть и смешиваем уже розовый с бежевым. Обязательно относите ноготь подальше, чтобы убедиться, что у нас все равномерно. Все сушим и покрываем топом. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok